С июля начался подъем заболеваемости ОРВИИ и уже с превышением эпидпорога. Специалисты ожидают микс инфекций. Поэтому перед врачами стоит задача поставить прививки как минимум 60% населения республики. Это почти 600 тысяч человек. Вакцинация будет проводиться в рамках национального календаря профилактических прививок. Там ему подлежат лица, относящиеся к группе риска. Это в первую очередь дети, начиная с 6-месячного возраста. Это посещающие детские сады, школьники. Это лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями. И так называемые группы, профессиональная деятельность которых тоже связана с наибольшими рисками заболеть ОРВИИ и гриппом. В эту группу попадает медицинский персонал, педагоги, работники транспортной сферы. Но специалисты призывают привиться всех. Я как врач считаю, что в первую очередь большая защита будет от тяжелых осложнений гриппа. И других острых респираторных вирусных инфекций. Мы ежегодно, к сожалению, встречались. Я работала главным врачом ОЛКБ с тяжелыми формами гриппа, тяжелой формой пневмонии. Поэтому только коллективный иммунитет позволит защитить. И сейчас для медиков очень большая задача – это 60% привить нашего населения, чтобы, еще раз повторюсь, был коллективный иммунитет. В этом году штаммы, которые входят в вакцину, полностью обновили. Будет использоваться на территории Российской Федерации трехвалентная и четырехвалентная вакцина. Нам ближе трехвалентная. Содержит она, будет содержать в себе подобные вирусы, подобные вирусу А. Два типа H1N1 и H3N2, нам известны. Но обновленные, еще раз хочу сказать, обновленные штаммы. И вирус гриппа В векторианской линии. Если же будем использовать четырехвалентную вакцину, то там прибавляется еще один вирус гриппа В в ямагатской линии, так называемый грипп типа Букет. На прошлой неделе в Бурятию поступило более 230 тысяч доз взрослого вакцины. На днях ожидается и поставка прививок для детей. Валерия Каратуева, Константин Гармаев. Новости дня.